Международное движение Международное движение Наше созданное национальное агентство, я хочу отметить, оно само не проводит вообще никаких соревнований. Это вот как наш Олимпийский комитет. Но мы даем возможность, мы даем методику любому конкурсу, желающему конкурсу использовать и влиться в общую систему, в общую национальную систему улучшения нашей системы образования национальной и системы профессиональных стандартов. На каком мы вообще уровне в мире, если оценивать по вот тем трем годам, которые уже конкурс проходит на территории Российской Федерации? Если по активности развития, ну мы, наверное, в лидерах точно, потому что за такой короткий период и те инструменты, которые мы используем, безусловно, это лучший опыт вообще WorldSkills по интенсивности развития в странах. То есть мы точно можем себя позиционировать в первой десятке. По уровню квалификации, знаете, WorldSkills это бенчмаркинг такой, он констатирует факт. Вот он, после каждого соревнования есть понятен уровень квалификации ребят. И вот в самой системе мировой WorldSkills ни холодно, ни жарко с точки зрения того, что какое мнение наших чиновников об этом. Они могут критиковать, говорит, это западная буржуйская история, либо наоборот, говорит, да, понимаете, она просто констатирует диагноз. И вот с точки зрения квалификации, к сожалению, мы находимся в последнем десятке. А именно на каком месте и после кого, если не секрет? Ну, знаете, если брать это, то есть мы где-то в районе вот 50-х стран, соответственно, в мире. Впереди нас там, соответственно, большое количество стран, и Южная Корея, и Швейцария, и Финляндия, и Бразилия, и Китай, и Индия. Вот, понимаете, то есть все современные. Кстати, в России была последняя страна из большой двадцатки, которая вошла в движение WorldSkills. На каком уровне вот эти недоработки? Это инструментальные недоработки, некачественное, что ли, поколение, которое идет в среднее образование, или все-таки их плохо учат? Нет, поколение у нас как раз прекраснейшее, как показал опыт JuniorSkills. Дети у нас прекрасно, очень талантливые, очень рукастые, очень это... Знаете, в чем произошел разрыв? После разрушения системы профобразования в Советском Союзе, когда у нас все, оно было привязано к конкретным предприятиям, готовило на конкретные предприятия, предприятия исчезли. И возникло вот вместо предприятий вакуум. И наша система профобра практически до сих пор готовит для несуществующих предприятий, понимаете? А на смену к ним пришли современные предприятия. И вот это несовпадение, она как раз и показывает несовпадение... Даже нельзя сказать, что во владении инструментом или владении оборудованием, тут проблем особых нет. А в самой организации труда. Просто это уже новая индустрия 4.0, это новые вообще формы организации труда, они как раз вот в этом... Знаете, вот у нас вот проблемы, которые на мировых соревнованиях выявляются, это вот типичные для наших, наверное, последних лет для российских людей. Откладывание на потом то, что можно сделать сейчас. Тотальное несоблюдение техники безопасности. Тотальное несоблюдение технологического процесса, совпоследовательности технологических операций. То есть, по сути, для того же швейцарского конкурсанта, он делает задание от исходного задания до конечного результата по прямой, по такой своеобразной. А у нас вот такая зигзаг получается. То он забыл там прикрутить, то он забыл положить вот это, то, соответственно, он перепутал технологические операции, что идет за этим. Вот в этом у нас проигрышность. И вот в этом это четко прям прослеживается и выявляется. То есть мы делаем до конца, да, но цена вот этого сделать, она гораздо выше, чем у любого другого работника в мире. Но это не ментальность, это самоорганизация, навязанная какими-то образовательными структурами. Это, то есть у нас прекраснейшая система профобразования с точки зрения педагогики. Она одна из лучших в мире. Но вот чему учить, вот тут у нас огромные проблемы. И мы как раз вот пытаемся через вот это дать информацию, чему учить. А не обращаются к вам за помощью, я имею в виду представителей среднего образования. Дайте нам, пожалуйста, список необходимых изменений, которые мы должны вынести, и мы их внесем. Вы знаете, вступила Россия и платит взносы за вступление России. И все те результаты, которые мы получаем, все те результаты, которые у нас есть, вот в итоге мы выкладываем все это на сайт. Мы все это рассылаем. Каждый регион, который вступил, он бесплатно это все поручает. Конечно, все образовательные организации среднего профессионального образования обращаются, но они получают это в полном объеме. То есть тут нет никаких ограничений. Я могу сказать, во многих колледжах нашей страны, вот еще раз повторяюсь, к тому, какой путь мы прошли, у нас, ну, наверное, больше тысячи колледжей уже в нашей стране, которые используют модули, взятые из соревнований в Волске в своем обучении. Уже много колледжей и вузов используют модули с точки зрения проведения экзаменов внутри образовательного процесса. И это очень хорошо. Тут, как, знаете, как вот мы популяризация, там вот есть спорт, а мы профессии, да, и вот это как раз все очень активно внедряется. Что у нас в верхней строчке, там, не знаю, пять десяток самых популярных, самых востребованных и перспективных специальностей трудовых? Такой очень щекотливый вопрос вы мне задаете. Дело в том, что наша страна, конечно, направлена на индустриализацию и всегда требуются какие-то технические профессии, но в мире есть такой процесс роботизации, автоматизации производства. Человек, конечно, уходит из производства, особенно механических, промышленных. И вот в мире, если брать, самые популярные профессии, вы знаете, это первая десятка, они все-таки наполовину сервисных состоят. Это, безусловно, и повара, и сварщики, и там прикладная эстетика, парикмахеры. Ну, всегда нужны будут парикмахеры, конечно, это есть как бы история, да. И особенно программисты, сетевые администраторы, то, что нас окружает в повседневности. Но, безусловно, очень популярная профессия, это станочники с ЧПУ, мы видим здесь на соревнованиях, они есть у нас практически во всех регионах. И это очень востребованная история. Это инженерный дизайн, это тоже очень сильное. Это сейчас очень мощное направление по прототипированию, по разработке. Знаете, есть такие тоже профессии WorldSkills. Если брать в мировом, про чемпионате в Сан-Пауло, мы ждем очень хорошего выступления от нашей команды мехатроников. Они действительно показывают потрясающие результаты. И мы очень надеемся на наших программистов, потому что это такая сфера, в которой все-таки мы должны показывать результаты. В том, что ручные профессии такие, там, каменщик, плотник, ну, да, ну, там очень много, еще нужно много-много сделать впереди, вот, соответственно. Возможно, инженерные профессии, но мы их только пробуем сейчас осваивать с точки зрения того, чтобы действительно сравнить, как в мире эти инженерные профессии, как у нас. Тут тоже наш потенциал очень большой. Насколько велик разброс компетенций внутри России? У нас есть рейтинг регионов, он регулярно вывешивается на сайте. Новосибирск, уверенно, в первой десятке всегда держится, причем он колеблется где-то рядом с Санкт-Петербургом. Это седьмое и восьмое место. Это очень серьезная работа, на самом деле, чтобы достичь такого результата. Это, ну, делается очень много. Поэтому Новосибирск тут хочется особо отметить. Вообще в Сибирском федеральном округе это, конечно, лидеры, это Красноярский край, это Бурятия республика, Кемеровская область и Новосибирская область. Это вот действительно такая вот устойчивая, прям вот первая вот такая четверка лидеров, которая сильно прикладывает большие усилия. И с точки зрения страны, конечно, Новосибирск в Сибирском федеральном округе очень сильно вместе с Красноярским краем выделяется. Поэтому тут действительно нужно говорить и думать о том, что в Новосибирске, наверное, формируется сейчас такой новый прообраз WorldSkills России.